Всем огромнейший привет, с вами Айс, мы начинаем проходить новую игру, она называется F-E-Z или FIZ, FES и как-то так. На самом деле, громко сказано, начинаем проходить, мы делаем первый взгляд на эту игру, то есть, если она нам понравится, а я очень хочу, чтобы она нам понравилась, потому что об этой игре ничего не знал, ничего не слышал, если больше буду находить таких игр хороших, которые мне будут очень нравиться, например, Braid, спасибо за совет, кстати, отличная игрушка, мне очень понравилась, вот, что еще у нас было, ну, Ори и Слепой Лес из таких игр последние, которые, опять же, я не очень знал, ну, хотя бы про Ори я знал, что такая игра есть, про эту же игру я вообще ничего не знаю, и будем, те, кто не знает, так же, как и я, вместе с ней знакомиться, ну, а то, кто знает, еще раз ее лучше смотрит. Ну, что ж, новая игра. Видимо, что-то связано с звездами, космосом. Мы дома? Это прыгать? Мы, видимо, барабанщик какой-то рок-группы, ну, или просто какой-то группы. Это наш дом, мы только что... Что там было? Да, простите, что там было? А, нажмите в это, чтобы войти в дверь, это я понял, я хочу просто сначала понять, что где мы находимся. То есть, видимо, мы играем за барабанщика какой-то группы. Правда, он на человека похож немножко отдаленно, но это не столь важно. Хорошо. Вышли мы в мир, так сказать. Что же мир нам предложит? Ясненько. Ну, в принципе, в этом миру этот человечек вполне человечек. Просто все, видимо, ходят в белых мантиях или галюком, но это не столь важно. Подойдите к почтовому ящику. Это почтовый ящик. Дорогой Гамас, поднимись, пожалуйста, к вершине деревни. У меня есть что сказать тебе. Сегодня особенный день. Гидр или гизр? Ну, тут я не понял. Нажмите адр для прыжка. При помощи РС можно осматривать С. Правый, правый стик, короче. Больше, чтобы говорить с жителями. Ну, что, их ПГшка, что ли? Дом Эгумеза. Значит, мы Гомез. Ну, хотя бы узнаем, как нас зовут. Гомез, Гомез, привет, Гомез. Я могу бегать хоть целый день. Могу и буду. Круто. Мы тоже могем бегать. Правда, не знаю, целый день ли. А, нажмите. А, понял. Понял. Какая форма тебе больше нравится? Форма? Мне квадрат. Блин, а если так подумать. Когда мне форма больше всего нравится? Наверное, круг. Он какой-то, не знаю, сфера. Вот сферическая. Что-то мне больше нравится. Не куп, это точно. Поскольку он не существует. Это как поэткук не существует. Слышь, братин, ты что-то это... Как-то не то говоришь. Так, а это где мы находимся-то? Это чит-кабинет, камин, фотографии. Блин, а игра-то... Вот эта игра мне вот реально... С самого начала как-то мила. Вот мы недавно делали тоже первый взгляд. Вот чуть-чуть раньше, чем до этой игре. Еще по одной игре, которую мне посоветовали. По растениям и так далее. Она игра неплохая, но вот что-то было в ней не мое. Вот эта игра как-то прям сразу притягивает. Я не знаю, чем. Ну, пока что не будем ничего говорить. Потому что не знаю, как она нам пойдет дальше. Так. Радкая запринет, и будет все ключ. Ну, это понятно. Чтобы убираться по лазе, ясно. О, девочка! Я люблю деревню. Я живу здесь всю свою жизнь. А может быть там что-нибудь? Танцы, не? Ночь. Вот, напомню. Вот, дедушка. Реальность. Зависит от восприятия. Согласен. Восприятие субъективно. Согласен. Не, ну реально. Он мудрые вещи толкает. Ну, не мудрые, но очевидные. Но все равно он прав. Так, с кошаком я не могу поиграть, к сожалению. Так, почтовый ящик у нас тут ничего. Давайте зайдем еще в одну дверь. Возможно, там что-то будет интересное. Это, видимо, школа, потому что там какой-то алфавит вверху, картинки детские. Дьявольский квадрат не существует! Только обычные квадраты. Так, а при чем тут дьявольский квадрат, простите, и обычные? Это мне что-то потом пригодится, ну, знание в этом или нет? Знание этих вещей. Помните там про квадрат, про куколь, обычный квадрат, дьявольский квадрат? Чуть как прям страшно становится, вы представляете? Дьявольский квадрат. Это нехорошо. Давайте сойдем сюда, посмотрим, что есть тут. Надеюсь, у нас есть какая-нибудь, может быть, карта или что-нибудь? Нет? Чего? Ага. Это я пробую управление, это, короче, кухня наша. Ну, не наша, а вообще кухня. Тут ничего нет, то, что можно было бы использовать. Так, ну, с моноклиным какой-то он такой, франк. Ты сегодня такой красивый, такой плоский. Чугу. О! Ой. Так мы умираем, я понял. А могу я перепрыгнуть туда, нет? Хм, ладно. Просто казалось, что я могу как-нибудь туда перепрыгнуть, но нет, так нет. Видимо, вот этот старый пират, конечно, меня записку писал. А, вот и ты. Сегодня особенный день. Приключение начинается. Пришло время Гомеза. Э? Что, о чем-то, дед? В любой момент. Так, подожди секун. А вот и он. И? Кристалл? Кристалл. Блин, как в Final Fantasy, да? Фрагически. Ну, понятно, что это какая-то перспектива. Смеси геометрических фигур. где мы находимся я не очень понял что нам сказали если там что-то говорили я не понял зря я не пролистал он был сделать для себя погромче и послушать это что-то совсем,совсем не то что я хотел бы нет это инопланетный язык я этот язык не понимаю я ничё не потерял Это кольцо? Или это квадрат? С чем-то? Кубик-рубик, нет? Нет, ну кубик-рубик там больше цветов. Что это? Это шкатулка? Это чёртик из табакерты, который чёртик выстакивает? Это шапка или что это? А, используйте для изменения перспективы. Л, Т, Р, Т, Л. Ёп, перны, баба, это чё было вообще? А вот эти пикселюхи они должны быть или это глюк? Глюк моей версии игры. Так тихо. Это что конец игры что ли? я не понял так как перезагрузка как бы была система что дальше погодите а нет 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 это не перезагрузка игры мужа с колпаком с этим нас перспектива меняется смотрите блин а вот это круто так можем с такой перспективы быть может быть у нас вот такая такая например игре с перспективы мне нравится по крайней мере пока не знаю как будет дальше ну пока мне начало игры понравилось мне не хочется играть персонаж такой прикольный веселый гомес что-то пошло не так нужна твоя помощь меня предстали сопровождать тебя я . гексоэдр распался на кусочки разбит и разбросан по всему миру ты должен восстановить его без него всему настанет гибель ты получил дар великая тайна была открыта тебя есть мир за пределами твоей деревни и измерения помимо тех где ты обитаешь дверь уйдет во внешний мир сейчас она крепко заперта отметка на ней означает что ты не сможешь открыть ее до тех пор пока не соберешь по крайней мере один куб в мире полно таких дверей каждый из которых требует больше кубов чем предыдущие чтобы завершить путешествие ты должен найти все 32 куба но сначала ты должен покинуть это место ага кубы найти в этой деревне находится 8 осколков куба подобных вот этому вместе они сформируют полный клуб с помощью которого ты сможешь открыть дверь найди итак подводим итог сияющие золотые клубы очень важно нужно найти их все или иначе вселенная вселенная схлопнется вместе с тобой никакого давления запомни использовать для смены экспертиза теперь продолжим лучше продолжать берем пункт понятно раз хотя прикольно это реально прикольная игруха очень прикольная игруха мне кажется будет ой тихо 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 тут ничего нет я видел дьявольский квадрат где-то увидел и ладно видео он тоже мне молча он видит хорошая шляпа да нет проблем так мы собрали еще один Элемент куба, вода помыть не смажем, это был куб, ну это невозможно, ну как невозможно все в самом деле, еще менять не могу, на самом деле достаточно того, что мы уже менять не можем, это уже классно. Кто ты мне скажешь? Ты вернулся? Тебя давно не было? Ну понятно, что на первом уровне, скорее всего, это будет довольно-таки простенькие задачи, да? Интересно, возможно ли в... Да, 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 да. Я так и думал. Как такое возможно? Новое измерение? Ого! Я так и думал, что возможно будут в домах нам попадаться как бы куски мозаики, можно и так назвать в принципе. Они будут далеко от той стены. Здесь назову их так. Так, а ты мне что скажешь, дружбан? Это было действительно красиво! Но больше так не делай. Ну ладно, это же было красиво, сам сказал. Так, пятый кусок куба. Э, там какая-то подсказка мне что ли, где следующую брать? Сундук с сокровищами. Чтобы его открыть, встань перед ним и нажми X. Ключ! Ты нашел ключ! Ключи открывают любые двери, но использовать их можно только раз. Ну это... Ой, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Это понятно. Шестой элемент куба, да? Не, ну что не говори, честно. Вот эта игра мне... Эта игра мне понравилась. Кажется. 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 Сложно сказать точно. Ну, такое ощущение, что понравилось. Где-то там закрытая дверь, надо бы ее открыть ключом. Потому что тут она одна, кажется. Кажется. Интересно. Какие сокровища нас ждут в этом доме? Оба. Карта. Карта же? Ты нашел карту сокровищ? Эээ... Карта... Чего? К чему? Я не знаю. Сам разберись. Да я... Я-то за... Карту-то как глянусь? Не могу ютуб посмотреть. А, могу. Осколки куба. Что я нажал этот раз? Я не очень понял, что я нажал, чтобы так случилось. То есть вот нажимаем осколки куба и... подождите. Так, нет, 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 не сюда. Давайте сначала сходим вот сюда. Может быть в этой двери что-то тоже будет? Прошло столько времени. Теперь твоя очередь. Я устал. Плюс эта штука у меня на глазу. Ну да. Охрен. Какая-то картина. Видите. Может быть подсказка, кстати, работает. Тут их несколько. Чего там? Так. Подождите. Мне вот сюда бы попасть. Под тем. Смыслу мне туда попадать. Я там сундук уже взял. Их! Он как-то был запоминать те места, где я был, где не был. А еще один осколок, а осталось один, да, остался получается, если в первом в оси. Остался еще один осколок. Может он может быть, может он может быть, мы тут были, вот я точно помню. Возможно мы тут не были, потому что дверь закрыта, у остальных уже открыто было. Осколки куба, ноль, что вот это такое у нас, это же наш помощник, грубо говоря, да, смотрите, классно, да, мы видим сундук, который как бы открыт, стоит вот тут. Как там его открывать, я уже забыл. Прикольно, смотрите, мы нашли секретку, грубо говоря, получив ключ за счет того, что меняли, меняли перспективу. Блин, красота, реально. Как красота, имеется в виду очень прикольно сделано, на мой взгляд. Давайте вниз там спустимся, где-то был спуск, вот он. Нужно ли мне вниз сейчас? Вопрос большой, знаете. Куклы собрать-то рано еще, куда-то туда пошел. И, естественно, нужно еще одну часть куба собрать, как минимум. Артефакты, карты сокровищ. Это мы, видимо, взяли как раз, там где-то было отмечено. Так, вот ничего. С этой стороны как бы тоже ничего. А можно мне как-то выйти? Вот. Отлично. Ну, тут были. Вам показывают, что там внутри ничего нет, да? В общем, в каждое жилище. В каждое жилище заходя, нужно пробовать менять, менять перспективу, чтобы... Чтобы, соответственно, возможно, находить какие-то секретки, да? Как мы нашли в том, в той комнате. Ну, или также осколки куба могут быть там уже абсолютно. А вот он, кстати, куб. Ну, мы вот так достанем. То есть не нужно менять перспективу тут, чтобы его достать. И это восьмой кусочек куба. Ура! Просто класс. А мы тут еще можем поменять перспективу несколько раз, чтобы что-то увидеть. Но тут ничего нет у нас. Разве что моющее средство под раковиной. Ты сделал это! Теперь ты можешь открыть дверь и идем. Ну, идем. Из тени выйдем только. Ну, я, конечно, в конце серии скажу пару слов о том, будем мы продолжать или нет. И какие-то такие свои, может быть, глупые выводы небольшие было. То есть как бы сформулирую мысль этого первого взгляда. Ну что, заходим. Готов ли ты начать свое приключение? Ну, мне кажется, что спрашивать это глупо. Конечно, готов. Эй, послушай. Я знаю, ты раньше не выходил за пределы деревни. Так что, если потеряешься, посмотри на карту. Нажми для вызова карту. Подожди. Ну, подожди. Ну, а че у нас сбрасывается-то сразу? Тут непонятно, честно. О, вообще да она сбрасывается тут же. У меня карта сбрасывается, вы видите? Я нажимаю селект. Надо же селект нажать. Хм, это очень странно. Ладно, в принципе геймпад можем и поменять. Ничего там страшного нет. Ну что ж, на этом мы первый взгляд наш заканчиваем. Он был немножко сумбурный. Первые впечатления по игре. Что можно сказать? Я не знаю, чем конкретно, но эта игра зацепима. Наверное, прежде всего, смешным главным героем и именно необычностью для меня в играх вот этой смены перспективы. То есть, спасибо большое, что эту игру посоветовала мне. Она мне действительно понравилась. Не знаю, пройдем мы или нет. Потому что я могу тупить и вообще никогда в жизни ее не пройти. Ну, надеюсь, кто-нибудь мне подскажет и мы все-таки ее пройдем. Но я ее проходить буду и буду проходить ее с удовольствием. Вот. Такой короткий вывод. Потому что делать что-то такое, какое-то такое объемное заключение после первого уровня, ну, не знаю. Можно было бы там сказать, нравится там и 35 предложений. Ну, все-таки, если по пунктам, как я уже говорил. Интересный мир, интересный геймплей. Ну, в принципе, и все. Мир геймплей, когда интересен, то и в игру играть хочется. Что ж, всем большое спасибо, кто смотрел. С вами был Айс. Ждите новых серий. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok